Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И у вас, наверное, вопрос. Ну, сколько можно? Я говорю, бесконечно. Именно поэтому мы сегодня прикупим очередной, я думаю, где-то на полгода точно последний номер. Потому что, ну, не буду прям загадывать. Пока надо уже обновлять автопарк в автомобилях, а не в номерах. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать коммент. И мы начинаем. Ну что, пацаны, буквально в прошлой серии я показывал вам всё своё имущество. И именно в этой серии мы будем его приумноживать. То есть, покупать новые крутые номера. Давайте ближе к цели. Значит, где-то ещё в 2021 году при покупке А00277, ещё зимой, да, в декабре. После этого при покупке А333, АА77, ещё до этого всего я хотел прикупить один номер. Который А34, АА77. Он был как бы у Нордена. Он не отписывал, но он тогда хотел что-то 50-60 миллионов. Но на то время это было, ну, пипец как дорого. И капец какая неподъёмная сумма для меня. Потому что, ну, потратить столько денег на номера, я ещё тогда так не упоролся, как сейчас. У меня, в принципе, были деньги. 40 миллионов. Я написал, что, уго, я тебя куплю. Он говорит, ну, типа, да, я сейчас не дома. Через недельку буду дома. И теперь готов, в принципе, продать. А сумму мы ещё должны были обговорить. И именно в этот момент пишет мне чел, который увидели в прошлой серии. Говорит, блин, Эван, есть ААА22277 по очень охеренной цене. Типа, и в итоге мне пришлось потратить 40 лямов. И прикупить в прошлой серии двойки, которые я вообще не планировал покупать. Как бы, надо написать ещё Нордену, что, мол, мы чтобы договаривались. Типа, просто отказаться. Типа, бред. Потому что он редко, очень редко играет. И потом есть большая вероятность, что я их не смогу выкупить у него. Или он продаст кому-то другому. Поэтому нужно было действовать. Как вы видели, мы в прошлой серии купили двойки. И у меня осталось ровным счётом ничего. Тем более, ещё в прошлой серии залез в долг, чтобы купить номер. И в итоге я написал Нордену. Он сказал, типа, да, можно идти. И я такой, блин, что делать? Типа, 50 лямов занимать? Ну, это очень тупо. Потому что, ну, в месяц у меня доход где-то 20-30 миллионов. Это два месяца отдавать? Нет. И я решил всё-таки продать Макларен. Хоть как я его бы не любил. Какая она офигенная тачка. Но вы должны понять, что номера с каждым днём всё растут в цене. А Макларен был, есть и будет. Он был 50 лямов. Даже меньше. 48-46 его можно было взять раньше. Сейчас он 50 стоит. И завтра, послезавтра он будет стоить 50. Это ничего плохого нет. Типа, была история, да. Можем купить ещё раз Макларен. Либо накопить, купить что-то покруче. Ну, и вот так мне пришлось продать Макларен. Многие могли видеть объявление в Дискорде. Продавал его 3 дня. И за эти 3 дня приключилось очень много чего интересно. Также, в период, как я продавал Макларен. Как мы там мутились с номерами. Снимали их, покупали. Произошло ещё куча много интересных, весёлых событий. Поэтому я решил всё это не вырезать. А вставить ролик. Я надеюсь, вам он понравится. Поэтому, смотрим. Короче, просто максимально странно. Приехал на КХ. Вон, с краном катался. Всё как всегда. И здесь видишь, что чел продаёт Skyline 34. Вот такой на тюнинг. И, конечно, пиздец, как он колхозный. Ну, да ладно. За 1,2. На 5 владельцев за 1,2. В то же время они, как бы, стоят по 1,4 новое. На этот фаташный за 1,2 и 1,125 слив. Типа, он почти по сливу отдаёт. Можно, в принципе, сейчас забрать и попытаться либо перепродать, либо оставить себе. Ладно, поехали к чекнему. Фатэ, не фатэ. Возьмём на первое время. А потом, если что, продадим, либо оставим навсегда. Подожди, подожди, подожди. Это чё, девяк? Ага, здрасте. Меня Ашки преследует тупо. Ну, мы с тобой ещё встретимся. Не знаю. Да. Так, пацаны, короче, скидываем кран уже второй раз в джигу. Потом чувствую, когда будем покупать номер. Ещё придётся ещё какую-то тачку скинуть, чтобы перевесить, потом забрать. Ну, короче, надо дом срочно покупать. 10 тысяч ты шо, ебанулся? 11 рублей. 10 тысяч поднял. На, блин. А владельцев-то 6, а не 5. Хм. Лям 200 нормально. Я думаю. Типа, хорошая цена. Даже торговаться не буду. Благодарю. А, лям 233. Так, вот это говно. 7 владельцев, 39 литров, багажники 0. Так, тут чё-то ещё с чем-то приехал. Ага. Даже так? Сколько я тебе плачу, чтобы ты был у меня в роликах в каждой серии? А, уже ты не платишь. Чё после каждой покупки здесь Юля не стоит? Флэшбэк сейчас такой. Девушка, у вас что-то случилось? Вам помочь? У вас везде бензин закончил? У нас есть бензин, можем подвезти. Ясно, блядь, на Бентли! Шлю! Чё думаешь, перепродам дороже? Нормально взял? Лям 200, лям 100, 25 слив. Полтора гос. Ну, я чё скажу. Реально гречка норм. С колбасой заходишь. Самое главное, чтобы когда съел, сразу иди посуду мой. Это да. Ау. Так, а что, ты будешь крутить? Не крыши мне в салоне, блядь. Тихо, я заржал у меня. Я заржал у меня по всему столу гречка. Кран вернулся, ты смотри. Да, да, привет. Здорово. И Эван тут. Блядь, сначала понял, сначала экран, потом... Можно что-то хорошее? Только не одежду. Тебя не стоит. В допуска. Я так же, как и ты, сделал себе тягу поменьше, чтобы быстрее научиться. Блин, толпаса упала. Чё, а? Чё голый-то? Да не голый. Я в шорта. Ты всё в казино ставил, да? Да. Всё, поехали. Подожди, меня тут преследует. Ага. Понял. Да, конечно. Может, это вы? Чтоб ты понимал, у меня в стиме висит скриншот с этим же Урусом. Да, 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 да. Слушай, я давно помню... Ну, я сначала по приколу разделся, чтобы этот видос заснять, а потом второй видос не оделся, а потом это уже стало локальной фишкой, типа, если ты видишь клубничку в трусах, это я, все знают. Это значит, это гамагейт. Смотри, сейчас переоденусь. Просто из-за того, что есть. Я не могу это... Ну, это типичный батя на выпускном. Реально, реально, реально. Блядь, порвало. Лучше уже в трусах, чем в этой. Да, в тапках и носках, это просто все девки у твоих ног будут. Таиши усики у нихота и прическа, челка такого пущена над глазами, понял? Куда у тебя столько всякой херни непонятной? Блядь, выпало с казино, это понял? Реально, ты, походу, самый счастливый обладатель. Ты видел? Тейкого хлама. Я... Так, шо там эти шлюшки, шо они, как они там поживают? Нет, сосудня. А, красавчик, все, блядь. Так, а с бутылочкой хайня поднимается, пока я не приеду. А каком тапочке Эвана, смотрите? С носками, чтоб тёлки давали, понял? Короче, понял, мне Денчик признал, что он ненавидит тебя, прикинь. Знаешь, за что, Денчик, расскажи ему. Чисто за твою интро. А, подожди, это ты мне писал? Когда? Да, 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 походу. Подожди, когда? За интро мне писал, не ты? Не, не, не. Я просто сел, писал, короче, я сейчас вот скриншот приложу. А, писал в комментариях, Эван, поменяй интро, потому что я смотрю тебя на Android TV, на, там, на, короче, на Smart TV, вот, на телевизоре, вот. И, я смотрел твой ролик, там интро, интро спортного хаба, а у меня было видео на всю громкость, и, бадя, просто посмотрел на меня, непонятно. Типа такого. Не, не понимаешь, я просто вчера музыку слышал тоже, блядь, сядь на компьютере, запускаю, ебай, у меня на все, на фулту, блядь. Ну, чё, мальчик позрослел. Ну, чё, если кто-то мне сделает интро, то я поменяю, в принципе. Будь со мной нежен, короче, это мой первый раз, я. Руку возьми. Так уже жали, не? Чё, там, друг друга жали, ебай. Блин, только вот реально, 225, да, я тоже думал, подаёшь бы мне уху. Деньги дай сюда, блядь, пока я в жопу не вы... Микрофон свой выкинь нафиг. Так, она быстренько, она на бутылочку сели, тут тоже. Чё вы уезжаете, блядь, чё вы уезжаете, сугроба, блядь? На холодной бутылочке не сел, ебай, блядь, на то эта жопа замерзнет. Хуяй, яй, твою руу ебал! Осуждаю, блядь! Всё, 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 всё. Ну, я ХЗ, как это назвать правильно, ну, меня нихера не урезают, мне просто красивая графика делать, ну, всё, вот, молевой. Мне просто бесит, когда я... Блядь, я вздух. Так, ну чё, я так понимаю, сейчас продаём скайлайн, да? Он же не смотается, не передумает. А где он? А, вот. Полтора ставят? Говорил 1,4, поставил полтора. Пф, спасибо. 300 тысяч на ровно месте, типа. Ладно, тогда у крана заберём копейку. Ох, ема! Вот это стилёк! Ох, ема! Вот это так, блядь. Блядь, никто не имеет права ехать, блядь. А где Настюха? То Юля была. А, Юля была. Да нет, то Света звезда. Чувишь, Иван, ты звезда? Някий модный район, ну. Кто? Кажется, это звезда. Иван, не знаю, звезда Иван. А звезда Иван. Иван. А кто такой Иван? Я думал, что раздохнула, блядь. Может, и масло надо померить? Валетаем. Блядь. Масло померить, ема... Ну что, пацаны. Время идёт. Ничего не меняется. И опять приехал в автосалон автоваза. И нет, я не прям капец, как люблю автоваз. Мне просто нужен автомобиль. И будем верить, что нам выпадет хороший номер. Эта тачка мне нужна для того, как бы, чтобы снять номер с Макларена на копейку. А номер с копейки повесить на Макларен, вследствие чего Макларен продать. Потому что у меня не хватает денег. Так, у нас уже, кстати, клиент наклевался на Макларен. Вот, именно поэтому сейчас мы идём менять номера. Но мы номера ещё на копейки не смотрели. Вдруг они там выпали по вулблат. Или вулблат. Вот это я охерею. ВСС 02575. Ну, кстати, ещё куда не шло. Вот реально, куда не шло. 500 тысяч на ровном месте улетает. О, пистол, я так понимаю, пришёл. Добавляем ему П1. 50 лямов. Спасибо. Спасибо, удачи. Пусть, короче, тебе он служит верой и правдой. А у меня буртеньки. За мной гелик приехал, давайте. Эван, 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 салам. Ну, какой же мотик офигенный. Очень офигенный. Ну, ничего, пройдёт время, я отдам долг, заработаю денег, прикупим с вами мотик. Конечно же, на ашках. Вы знаете, что сделал клоун после секса? Давай. Надо долг презерватив. Чё там? 3 750. Блядь, он всё-таки перевёл. 100, 117 тысяч. Да, мог перевезти через копейку, там, тысяч на 20. Красава. Отойди, отойди, я сейчас тебя убью. Сой жив, как говорится. Мы приехали на ЕКХ. Ой-ой-ой, чё-то мне куча смс здесь прилетела. Так, а где бы ещё Нордан найти? Пацаны, всё вышло из-под контроля. Да, так ещё номера я никогда не покупал. Короче, пацаны, всё вышло из-под контроля. Просто, просто дайте мне время. Едем опять в автосалон Жигулей. Бля, хочу восьмёрку. Поехали восьмёрку купим. Восьмёрка почём? 240 тысяч, ни хера. Цвет кузова чёрная, бандитскую восьмёрку. Кстати, первая восьмёрка у меня... Я надеюсь, там номер нормальный выпал. Хотя, зачем мне номер, если буду сейчас номер менять? Да, впервые, кстати, я буду обмениваться. Именно не тачкой, а номер на номер. Прикол, что там сейчас фуллблат какой-то выпал на восьмёрке. Я такой, ну шо, меняемся? Это будет угар. Так, транспорт. Ну и говно выпало. Тачку добавили. Теперь 58 миллионов. 2 миллион... А, чего? Блядь, транспорт, какой транспорт? Номерной знак, а не транспорт. Думаю, почему мне денег не хватает. Э, эта галочка не горит, готов. Думал, что мне денег не хватает. А444, а А77 на восьмёрку. Номер с восьмёрки. Произвести обмен? Благодарю. Благодарю. Вы получили номерной знак. Комиссия оплачена в размере 3 500! Ебать! Чисто в крана занял, чтобы комиссию оплатить. Пошли на последние деньги, просто её затюним. Чтобы она была топовая. Так, где наша восьмёрка? Яма такая, целка вообще. Ой-ой-ой, шлифует, шлифует. Капец, она мягкая. Сейчас сделаем немножко оперскую восьмёрку. И, в принципе, на этом эта вставка, я думаю, закончится. Сразу что надо? Китайку, пятёрку, в хлам. Две тысячи. Сразу же ксенон на базу. По дискам, 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 дискам. Бабаса можно сюда? Бабаса на базу. Бабаса, центра можно покрасить другой цвет. Кстати, с вишнёвыми центрами смотрится тоже неплохо. Давай такие центра сделаем, что необычное. 58 тысяч, блядь. И опять бич. Ебать, стиль. Не, очень стильно. Не еду ещё нихера, но стильно. Я не знаю, вам слышно или не слышно, но здесь блоов есть, слушайте. На восьмёрке блоов вы гоните? Мне кажется, очень стильно. Прям очень стильно. Здорово, брат. Здорово. Новенький. Почему? Ладу, брат. 450 FT. Или обмен тоже доступен. На что? На приор. Я тебе денег докину. Сколько? Сколько найдётся? Ну, лямов 100. Сейчас замолчил. По чём номера брал? 60. Миллионов? Ну да. А ты случайно не пиздишь? Нет. Ну, в принципе, как-то так. Блин, заберите кто-то меня в бады, я хочу в гетто. Хочу на копты. Поэтому у меня на этом всё. Я надеюсь, тебе видос понравился. Обязательно влепи лайкос. Напиши комментарий, как тебе он. Не забывай подписаться на канал. Здесь выходит очень много интересного, полезного, весёлого контента. Если этот ролик наберёт 80 лайков, буквально сразу же, через час, выходит новый ролик. Вот. Я надеюсь, я успею смонтировать, да. Поэтому всё в твоих руках. Лайк, коммент, подписка. А я на этом с тобой прощаюсь. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.